Христос воскрес! Хочу сказать, слава Господу, мы стали на один день ближе к Его славной встрече, к восхищению. Вчера прошло и стали ближе. Мне сегодня утром позвонила сестра из церкви, говорит, вам осталось столько-то дней, и вы вернетесь домой. Уже посчитали, знают, когда вернусь. Когда я встречу, когда мы пойдем домой в небо, я не знаю. Но знаю одно точно, что на один день мы стали ближе к этой встрече, как солдат с армией считает свои дни. Придет время, и мы предстанем пред Господом. У нас прекрасная книга Божия, книга Библии. В ней содержится сколько книг? Мы когда были в лагере, я ребятишек спрашивал. 66 книг. Божия книга от первого до последнего страницы повествует о Господе. В ней 66 книг. Она делится на две части. Большая часть называется Ветхий Завет, а меньшая – Новый Завет. В Ветхом Завете написано 37 книг. В Новом Завете – 39, 27. В Ветхий Завет повествует, что Иисус Христос придет. А Новый Завет повествует, что пришел желаемый всеми народами. И с этой чудесной книги Нового Завета я хочу вместе с вами прочитать с Евангелия от Луки слова, которые записаны в последней главе. Лука так аккуратно-аккуратно начинал свое повествование этому почтенному феофилу, человеку, донести Слово Божие истину, чтобы он принял, усвоил и последовал за Господом Иисусом Христом. Узнал твердое учение и, заканчивая свою книгу, он пишет последние строчки. Какое прекрасное открытие Бог делает для всех живущих и оставил на этих страницах Священного Писания. Итак, Евангелие от Луки, глава 24. Читаем с первого стиха. Первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленный от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Куда же не думывали они о всем? Вдруг пристали пред ними два мужа в одеждах блистающих, и когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предан в руки человеков-грешников и быть распятым, в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его. И возвратились от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, и Анна, и Мария-мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о всем апостолам. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Лука пишет, открывает первое открытие, что гробница, могила открытая. Христос живой. Он повествует о том, что как прекрасно живой и живым можно общаться. Какое прекрасное свидетельство. Иисус Христос живой. Иоанн свидетельствует, и живый, и был мертв, и все живы во веки веков, имея ключи ада и смерти. Когда есть живой, есть надежда. Когда мои родители были живы, я в любой час мог прийти, задать, спросить что-то, посоветоваться. Иисус Христос живой, был мертв, и все живы во веки веков. Так повествует Священное Писание. И открытая могила свидетельствует о том, что Он с нами среди нас. Он жив. И какова наша судьба? Какова наша судьба? И Христос дает прекрасное утешение. Слова Писания, Иоанна 14, 18 стих. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам, еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Ибо я живу, и вы будете жить». Ибо я живу, и вы будете жить. Какие прекрасные слова надежды. «Вдохновляют, ободряют нас на прекрасное будущее со Христом Иисусом, Господом нашим. Только живой!» Говорил Езиаке. «Только живой прославит тебя! Только живой! И живым мы будем жить!» И первое открытие, которое мы увидим, что могила, громится открыто, и там нету Иисуса Христа. Он живой, Он с нами, среди нас и в нас. Сейчас читаем следующий текст в этой же главе, с 13 стиха, 24 глава, с 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящая стадия на 60 от Иерусалима, называемая Эмаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопов, сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшествии в нем в эти дни?» И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали Его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело Его. И пришедшие сказали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им, о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли бы надлежало пострадать Христу в эти славу Свою? И начав от Моисея и всех пророков, и изъяснял им, сказал о Нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. У меня вопрос. Скажите, в какую дверь можно войти? Как вы шли? В какую дверь? В открытую дверь. В открытую дверь. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит, войду к Нему и буду вечерить с Ним, и Он со мною. Второе открытие. Дверь открытая. Открыли. Кто открыл? Для Христа открыли эти двое, которые шли. Странник стоит у двери. Тихо стучит. Отвори. Посох в руке у Него. Дальняя дорога Его. Что же случилось в дому? Дверь не открылась Ему. Может, в Нем жители спят? Или не хотят отворять? Друг мой, слушатель Слово Божие. Сегодня Господь лично тебе говорит. Начиная с первого пения, первой проповеди, исполнения, Он тихо стучит. Он негромко услышит этот голос. Открой двери. И Христос говорит, «Войду к Нему, и буду вечерять с Ним, и Он со мною». И Он будет со мною. Христос хочет всех людей благословить. Немедленно. Пусти Иисуса Христа. Не планируем на следующий день, на потом. Завтра не в нашей власти день. Сегодня время боприятное. Сегодня день спасения. И читаем следующее, что Он вошел и остался с ними. И читаем с тридцатого стиха. «И когда Он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали, он стал невидим для них». Когда впустили Христа в дом, что произошло? Что произошло? Глаза открылись. Они узнали, узнали Христа. Они узнали того, с которым они шли, о котором они говорили. в нашей местности жила семья. Папа, мама и ребятишки. Жизнь протекала обычно, как они планировали. Отец сходил на работу, с работы шел в пивной бар, пьяным оттуда же возвращался домой. Утром снова на работу, в пивной бар, выпивший и домой. И вечером, когда отец возвращался, мама говорила, «Ребятишки, прячьтесь, папа идет домой, прячьтесь, папа идет домой». Они прятались кто куда, но мама принимала все удары на себя, вся реки под глазами. И так продолжалось с недели на неделю, с месяца в месяц, и тянулись эти тяжелые дни в этой семье. Но вот однажды люди услышали, с отвара выскакивают вечером ребята и кричат, «У нас новый папа! У нас новый папа! У нас новый папа!» Ну, как женщины все подумали, что мама привела себе нового папу, дрова мужа. И спрашивают, «А как? Как зовут вашего папу?» «Сергей!» «Так ваш папа и был Сергей!» «Да, наш папа!» А в руках у них были конфеты. Говорит, «Папа принес маме большой букет, а нам конфеты!» «Папа у нас новый!» Он пришел и сказал, «Дети, я новый! Я новый стал! Я принял Христа в свое сердце! Я новый стал! Раньше не видел! Теперь еще листья на деревья зеленые, а не серые! Новый стал! Новая жизнь у меня стала! И почему? Солом пишет, что «Вино глумливо, секерно, буйно, и всякий, увлекайся ими, неразумен! Вино и пиво лишают человека разума!» А Слово Божие говорит, и желание автора Псалом 118-й «Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего!» 165-й стих 118-й Псалма «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения!» Дорогие друзья, живой Иисус Христос, Который мы упускаем в Свой дом, в Свою жизнь, открывает наши глаза! Мы по-другому смотрим на мир! Каждый день есть что-то прекрасное! Я сегодня обратно спросил, замечают ли ваши люди, ваши места, какая красивая земля, где вы живете! Какое красивое небо, листочки, животные, птицы, какое-то все красивое! А есть люди, не замечают этого, не отличают день от дня! мы имеем открытые глаза! Те, которые пустили Христа, велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения! Читаем с 32 стиха такие слова. «И они сказали друг другу, не горело у нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял Писание!» «Не горело у нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание!» Открытый дом, открытые глаза и открытое Писание! И он говорит, как сильны слова правды! Когда Христос говорил им, они слушали, слушали, но еще не проникло в Слово! Как сильны слова правды! Один из моих друзей посетил своих родственников, их родственник был неверующий, и они беседовали о жизни, о важности, о смысле жизни, и много времени прошло в беседе там дома, а потом брат начал цитировать слова из Писания. Один текст процитировал, второй, потом еще один, еще один, он говорит, достаточно, не нужно, не говори мне, не говори мне эти слова с Библии! Говорит, а что случилось? Говорит, я ничего не могу сказать против! Когда ты говорил в общем про жизнь, я слушал, но когда ты говоришь, что так написано в Библии, так говорит, Господь, я ничего не могу скупротив! Почему? Они имеют силу, они имеют власть! Как сильны слова правды, говорил Ио! Псалоперез говорит, как сладки гортани мои, слова твои, лучше меда устам моим! Вот что делает живой Христос! Когда вы открываете дверь вашего дома, он открывает ваши глаза, он открывает вам описание, какое оно прекрасное, какое оно сладкое, и как хорошо, что мы читаем его! Мы в нашей церкви тоже практикуемся читать Слово Божие! Я когда первый раз был у вас в церкви, потом вернулся, я говорю, давайте сделаем так, будем каждое воскресенье, утром, прежде всякой проповеди, прежде всякого пения, будем читать Слово Божие! И мы читали по порядку книгу Псалтырь и книгу притчей Соломоновых! Это насколько правильно! Это слова жизни! Они вдохновляют, ничто так не ободряет, как Слово Божие! И вот открытое Писание, Бог открывает нам, какой Он и что сделать для нас! Следующее мы читаем здесь, в этой же главе 33 стиха. И вставшие в тот же час возвратились они в Иерусалим и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес, явился Симону. И они, эти двое, рассказывали о прошедшем на пути и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. И они рассказывали о прошедшем с ними на пути. У принявших Иисуса Христа появляется новое желание и стремление свидетельствовать об Иисусе Христе. Эти двое впустили Иисуса Христа в свой дом, а Он открыл им глаза. Эти двое послушали Слово Божие и у нас загорелось внутри слова Писания. Мы читаем свидетельств наших братьев Петра и Анна, когда они проповедовали в храме, и они говорят так, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Мы не можем не говорить, они свидетели, они свидетели, живые свидетели. И как хорошо эту смелость дает Господь. Открытая могила Христос живой, открытый дом, в который Он вошел, открытое Писание, которое Он возвестил, дает открытые уста, говорите, смелость о том, чтобы люди узнали об Иисусе Христе. Почему? Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. А пророк Исаия пишет пророческое слово, книга пророка Исаии, 43 глава, читаем один десятый стих. Книга пророка Исаии, 43 глава, десятый стих. А мои свидетели, говорит Господь, вы, и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога и после меня не будет. А мои свидетели, говорит Господь, вы. кто-то рассказал такую притчу, когда Иисус Христос возвращался уже последние часы были, минуты его на земле, он возвращался, он сказал, идите, проповедуйте все Евангелие. И кто-то сказал, он пошел, кто-то сказал, а если они не пойдут, не будут проповедовать, и эти 11, если не пойдут, не будут проповедовать. Он говорит, тогда никого у меня здесь не осталось. Те, которые пошли за ним, должны проповедовать. Уже сегодня Петр говорил, что насколько важно проповедовать. Один из моих друзей ехал, где бы он ни был, он всегда говорил об Иисусе Христе, даже те трудные времена. Некоторые из ваших братьев знакомы с этими братьями, и он говорит, что однажды он возвращался из дальней командировки, ехал в купельном вагоне, сидел и открыл книжечку и читал стихи о душе, о жизни, о будущем. Говорит, а напротив на сиденье сидела одна дама. Ну так, сидели мы, разговаривали, и уже подъезжая к конечной остановке, она открывает свой дипломат, и открывая книжку свою, блокнот, и говорит, пожалуйста, напишите эти слова этого стиха мне на память. И наш брат взял, взял отручку и написал эти слова, закрываю книжку, эту, блокнот, а там герб депутат Верховного Совета СССР. СССР я ей даю и говорю, так мне готовиться на ближайшие станции выходить? Ну, братья старших поколений знают, Суслова, Брежнева, Андропова. Она говорит, нет, мужчина. Я хочу вам сказать, что в Юпаторе есть одно учреждение, куда смотрят телескоп, через телескоп на небо. и половина из них не является членами Коммунистической Партии. Не являются. Почему? Они там кто-то есть. Там кто-то есть. Спасибо, что вы сказали. Еще раз подтвердили. Говорите, братья и сестры, в некоторых местах нельзя говорить. Запрещают. Это стоит очень дорого. Федор говорит, а мои свидетели, вы. Бог открывает уста. Мы не можем не говорить то, что видели и слышали. То, что видели и слышали. Следующее, что мы находим, где читаем из 36 стиха. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им, мир вам. Они, смутившись, испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал, им, что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши. Посмотрите на руки мои и ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите. Ибо дух плоти костей не имеет, как вы видите у меня. И сказав это, показал им руки, ноги. Когда же они от радости ещё не верили и дивились, он сказал им, есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печёной рыбы и сотого мёда и взял, ел пред ними. И сказал им, вот то, о чём я вам говорил, ещё быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда отверстием ум к разумению Писаний. Тогда отверстием ум к разумению Писаний. Ещё одно открытие. Бог открывает ум. Понимать Писание. Тогда отверстием ум к разумению Писаний. Притча Соломона 29, 18. Без откровения свыше народ не обуздан, соблюдающий закон блажен. Бог открывает как-то нашу церковь в городе. Пришёл один человек. У него два высших образования, представитель такой, грамотный, эрудированный. Подходит пастор и говорит дайте мне Библию. Дайте мне Библию почитать. Брат дал ему Библию и он ушёл домой. Прошло дней 10. На одно служение он приходит и подходит к нему так немножко стесняясь как-то замнялся и говорит слушайте знаете что я хочу сказать а есть ли у вас немножко что-то попроще но не могу разобраться в этой книге два диплома читаю но не понимаю что случилось два высших образования а в Библии не понимает он дал ему детскую Библию и начал потом потихоньку читать потом он вернулся и сказал что это начало открыл им ум к разумению Писания если Господь не откроет никакие дипломы не помогут только силы свыше читающие знают кто писал Слово Божие и как писали помните мужи будучи движимы Духом Святым он открывает значение он открывает понимание и он направляет нас на верный путь открытые уста живой Христос в открытый дом вошел открыл Писание дал смелость благовествовать открылись глаза на окружающий мир и Бог дает смелость открыть уста мы не можем не говорить того что видели и слышали так он говорит мои свидетели вы говорит Господь поэтому старайтесь говорить мне однажды посчастливилось встречаться с одной сестрой она говорит у меня было правило минимум одной душе в день благовествовать в Иисусе Христе минимум одной душе благовествовать в Иисусе Христе если я пропустила я в следующем два но старалась даже если не успела вечером выхожу и ищу чтобы сказать этой душе о Бисусе Христе не могла иначе Копро говорит хотел молчать но не мог почему как огонь внутри хотелось бы говорить об Иисусе Христе и читаем с 50 стиха он открыл им ум по разуме писания и читаем последнее что Лука пишет здесь с 50 стиха и вывел их вон из города Вифании подняв руки свои благословил их и когда благословлял их стал отдаляться от них и возноситься на небо стал отдаляться и возноситься на небо Христос живой могила открытая двери дома открыты он вошел туда писание открыто глаза открытые ум открытый уста открытые для бога вести и последнее небо которое мы говорили сегодня небо открытые небо открытые он поднялся в глазах их и возрастится на небо все кто поверили и читаем такие прекрасные слова пишет апостол Петр свое свидетельство здесь как очевидец всех этих событий второе послание Петра первая глава читаем такие прекрасные слова апостол Петр пишет братьям и сестрам находящихся в Россиянии 10 и 11 стих посему братья мои более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание так поступая никогда не преткнетесь ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа посему братья более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание ибо так поступая никогда не преткнетесь аминь помолимся аминь аминь